Добрый день! Вы смотрите очередной выпуск Время новостей. Дети, отдыхающие в санатории Южнобережной в ближайшее время, смогут пользоваться пляжем, который сейчас для них недоступен из-за незаконной застройки данной территории. Об этом журналистам заявил глава республики. Сергей Аксенов считает необходимым делегировать полномочия по сносу незаконных строений в прибрежной зоне местным органам власти. С просьбой разработать соответствующую нормативную процедуру глава республики обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. При этом он подчеркнул, что именно органы местной власти могут в короткий срок справиться с поставленной задачей. В настоящее время рабочая группа Совета Министров Крыма проводит инвентаризацию зданий, построенных в прибрежной зоне. По каждому объекту будет составлен паспорт, а затем принято решение, какие из этих объектов необходимо снести. Спасибо Дмитрию Анатольевичу. Он услышал, понял, какая проблема стоит перед нами. Я лично считаю, что наша задача один раз зачистить набережные во всех курортных поселках, в курортных городах, сделать их доступными для всех без исключения. Напомним, накануне глава республики заручился поддержкой премьер-министра России в вопросе ликвидации незаконной застройки территории санатория Южнобережной. Дмитрий Медведев в ходе своего визита на полуостров побывал в здравнице и был возмущен беззаконем, которое творится возле Южнобережного. Губернатор Севастополя подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в городе. Сегодня на заседании штаба по преодолению последствий ЧАЭС Сергей Миняйло поставил задачу в течение месяца провести профилактические осмотры и ремонты источников автономного энергоснабжения. Также сообщил, что продолжается подсчет убытков предприятий во время ограничения энергопотребления. Сегодня по всей России для выпускников звучит последний звонок. Торжественные мероприятия прошли и в Симферопольской школе номер 37. Традиционно праздник не обошелся без песен и танцев, но главной изюминкой стал кадетский вальс в исполнении специализированного класса. Поздравил учащихся Михаил Шеремет. Он уверен, что сегодня по-настоящему трогательное, знаковое событие для всех крымских детей. Я хочу сказать, что наши крымские дети – это самые лучшие дети. Им выпала судьба жить непростое, время больших перемен. У них перед ними большое количество дорог, новых возможностей, перспектив. Но какую бы дорогу и не выбрали, я уверен, что они станут настоящими людьми и будут своими делами прославлять наш Крым и нашу Россию. Не менее душевно последний звонок проходит в частных учебных заведениях. В гимназии «Консоль» в Симферополе со школой простились 12 учеников. Об искренних эмоциях выпускников, их родителей и учителей расскажет Татьяна Ханкота. Один за другим к классному руководителю подходят выпускники. Каждый прощается лично, каждому учитель говорит напутственные слова. Некоторым делать это сложно, дети выше ростом, уже и сами могут любимого наставника поднять на руки. Татьяна Казначеева второй раз выпускает класс. Грустно, будто впервые. Честно, я буду вспоминать, наверное, только все смешное, что они вытворяли, что они делали, как я их гоняла, ловила. Постоянно они опаздывали, я все время их названивала, будила их, чтобы они шли в школу. То есть, все самое доброе, наверное. Знаете, я всегда думала, что самое страшное, он тебе приводит ребенка, и ты несешь ответственность за жизнь этого ребенка. В течение дня следишь за ним, но сегодня я понимаю, что самое страшное их отпускать, когда твои дети просто уходят от тебя. Традиционный вальс, смешные сценки об уроках и контрольных, песни о школе, общение с первоклассниками. С каждым номером выпускникам все сложнее сдержать слезы. Это непередаваемые эмоции, я до сих пор не могу в это поверить, мне не верится, что я уже закончила школу. Это мой второй дом, и это просто непередаваемо. Это люди, которыми я провела очень много времени, которые мне помогали, которым помогала я, и у нас сложилась такая маленькая семья. Сложно в этот день и родителям. Елена Проценко выпускает третьего своего ребенка, дочку. Всегда это очень трогательно, очень торжественно. Сегодня такие красивые ребята, они нарядные. Их ждет сложная жизнь. Я желаю им, конечно, счастливого этого жизненного пути. 12 человек выпустилось из стен этой школы. Кто-то останется учиться в Крыму, но многие выбрали себе вузы в других регионах большой страны. Председатель Госсовета Республики Владимир Константинов пожелал всем крымским, уже бывшим школьникам, счастливого жизненного пути. Выпускникам уже в российском Крыму помнить, что такое Крым, любить Крым, быть патриотами Крыма, никогда не терять вот этот крымский характер, который есть у каждого из нас. Это самое главное. Маленькая семья одноклассников и учителей распалась, но они пообещали друг другу снова и снова встречаться в родных стенах. Татьяна Ханкота, Денис Тищенко, Время новостей. В детском саду консоль в Симферополе открылась билингвальная группа. Большая редкость для Крыма, чтобы дошкольники в течение дня могли слышать одновременно русскую речь воспитателя и английскую учителя. Именно в столь юном возрасте дети легко запоминают новую информацию. В группе будет 20 детей, хоть и немного, но это небольшой шаг к сокращению очереди в детские сады полуострова. Сегодня в ней около 30 тысяч человек. Вместе с поддержкой федеральных властей, регионов Российской Федерации нам удалось за два с половиной года создать, вот к концу этого года будет порядка 10 тысяч дополнительно созданных мест. Фантастический рекорд. Просто для сравнения за 25 лет нахождения в Украине где-то порядка 266 всего было мест создано. Благодаря чему «Скифское золото» вернется на полуостров, журналистам рассказала министр культуры Крыма. Помимо этого, Арина Новосельская прокомментировала ситуацию с концертами Ирины Дубцовой, когда за выступления в Симферополе и Севастополе певицы не заплатили денег. В ближайшее время рассмотрят вопрос о введении государственного контроля за концертной деятельностью. Все подробности в материале Татьяны Ханкоты. «Скифское золото» вернется в республику благодаря маркировке, которая подтверждает принадлежность экспонатов к Крымским музеям, считает министр культуры. Но будет это не быстро. Суд по вопросу о возврате коллекции из Нидерландов в Крым должен начаться 5 октября этого года. А вот чего не нужно долго ждать, так это премьеры оперной постановки «Служанка госпожа», который готовит к 9 июня государственная филармония республики. «Является предметом некой нашей гордостью то, что всё, что связано с этой постановкой, мы сделали за собственные средства. То есть мы самостоятельно сшили костюмы, сделали небольшие, но очень яркие декорации. Поэтому вот это действительно наше такое вот детище, которым мы очень дорожим». Летом артисты филармонии будут показывать театрализованные представления в стенах крымских достопримечательностей. К примеру, в амфитеатре Херсонеса. Зрители не подведут, обещают авторы. А вот известную российскую певицу Ирину Дубцову в Крыму как раз подвели. Организаторы её концерта оказались мошенниками. 23 мая они скрылись деньгами за два с половиной часа до начала выступления. Но несмотря ни на что, концерт состоялся. «Нам не заплатили денег. Мы не знаем, куда делись деньги за ваши билеты. Надеемся, что эта ситуация выяснится. Но мы вас любим, мы с огромным удовольствием к вам ехали. И, конечно же, мы не могли отменить концерт». Защитить артистов от недобросовестных организаторов выступлений может введение государственного контроля за концертной деятельностью, считает министр культуры Крыма Арина Новосельская. Рассказывает, в ближайшее время крымские власти рассмотрят этот вопрос на сессии. Сожалеет, что в федеральном законодательстве такой практики пока нет. «Сегодня мы пытаемся эту инициативу провести региональную, республиканскую. Но есть некоторые опасения у федеральных органов в этой части. Вы наверняка следили за отзывами российских прокатчиков. Они не всегда счастливы, чтобы государство контролировало». В Севастополе выступление все же пришлось отменить. По словам министра, фирма, организовавшая концерт Дубцовой, до этого привозила на полуостров детскую программу. С ней тоже были сложности. Только благодаря руководителю Государственного музыкального театра Сергею Филиппову тогда этот вопрос удалось решить. В этот раз он тоже помог. Сергей Филиппов, директор театра и директор Ирины Дубцовой эти вопросы мирным образом решили. То есть театр заплатил. Арина Новосельская сообщила, что в Крыму есть черный список недобросовестных фирм-прокатчиков. Однако они часто меняют названия, отследить их сложно. Решение непростого вопроса на государственном уровне возможно уже близко. Татьяна Ханкота, Сергей Козырь, Время новостей. Подарить детям заботу, любовь и внимание сотрудники службы судебных приставов навестили воспитанников Строгановского центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 36 малышей с ограниченными возможностями здоровья встретили гостей улыбками и получили долгожданные подарки. Недавно малышке Илоне исполнилось 6 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, девочка любит подвижные игры – танцевать и рисовать. Вот уже год здесь ее родной дом. Ребенок учится, обретает друзей и получает внимание и заботу от педагогов. Я считаю, что когда приходишь работать в детский дом, принимаешь решение. Либо ты остаешься здесь навсегда, либо уходишь сразу. Уже по традиции детей подшефного детского дома навестили сотрудники отдела судебных приставов. Они поздравили именинницу Илону и порадовали гостинцами всех детей. А после праздника гости с удовольствием играли и общались с маленькими хозяевами детского центра. Каждый из этих малышей с нетерпением ждет гостей и тем более подарков. Новые мягкие игрушки, мыльные пузыри, цветы мелкие и сладости сделали их день ярче. Каждый месяц мы приезжаем к деткам для того, чтобы вручить им какие-то сладости, подарить подарки на день рождения, поиграться с ними, привозим кукольные спектакли, сами показываем им какие-то спектакли. Для нас это уже как бы обыденно. Мы каждого ребеночка хорошо знаем, с каждым дружим, с каждым играем и каждого любим из них. Особенные дети нуждаются в повышенном внимании. Несмотря на некоторые сложности со здоровьем, в центр приезжают желающие усыновить малышей. Да, есть люди, которые хотят усыновить, есть те, которые оценивают свои возможности и не все готовы принять в семью ребенка с какими-то заболеваниями. Однако, конечно, желающие есть, и мы проводим работу по возвращению деток в семье. Подарить этим малышам улыбку, привезти сладости и поиграть с ними на детской площадке может каждый. Алена Сергеенко, Александр Чукалов. Время новостей. Симферопольский район. Это все новости к данному часу. Удачи и оставайтесь с нами. Симферопольский район.